По предыдущим роликами начался такой срач в комментариях на тему того, что легче сидеть в декрете или работать по 8 часов в день. До декрета тоже работала по 8 часов в день, 5 дней в неделю, все как положено. Или эти вещи сравнимые? Когда ты работаешь 8 часов в день, приходя с работы, у тебя есть возможность спокойно покушать, помыться, посмотреть любимый сериал, полежать, отдохнуть, поспать всю ночь. Утром на работу ты себе собрался, причёсанный, красивый, вымытый, позавтракал себе спокойно, кофе выпил, поехал на работу, послушал музыку, радио. А потом ты 8 часов отработал, тяжело, сложно, устал. Но потом ты снова приехал домой, спокойно поужинал, помылся, посмотрел сериалчик и лёг спать себе. Ты сидишь в декрете, ты каждую минуту своей жизни с ребёнком, каждую минуту. Мало того, что ты целый день с ребёнком, так ты ещё ночью встаёшь, потому что колики, газики, зубы, скачки роста, перегулял, недогулял и так далее. То ты, мама, 24 на 7, 7 дней в неделю, 365 дней в году, без отпуска, без больничного, без выходных. Господи, как распинается. Ребят, хочу начать свой комментарий именно с того. Если уж вас угораздило, не именно мужчин, вообще всех людей, мужчин, женщин, да, построить там какие-то отношения, не дай бог там залезть в этот брак, ну не дай бог, конечно, да, и у вас родился ребёнок, почему нельзя относиться с уважением? Ну, допустим, женщина сидит в декрете, мужчина работает максимально с уважением друг с другом. Мужчина работает, красавчик, денег зарабатывает, поддержи его, накорми его, дай ему ласку, дай ему заботу, то же самое. Мужчина, то есть она сидит в декрете, она правду говорит, что сидеть в декрете, это тоже не сад, этот, сахар и мёд хлебать. Это она действительно говорит, что ты ночью не досыпаешь, но, кстати, мужчина тоже будет ночью не досыпать, так что тут не надо ещё как бы прийти только в сторону женщин, убирать, вот. В принципе, это настолько, семья это настолько вроде бы как, с одной стороны, простой механизм, да, но и с другой стороны, такое вот сложно, да, взаимодействие, только взаимодействие. Если ты мужчину хвалить и поддерживать не будешь, понятно, итог будет понятен, да, как бы он будет этого искать где-нибудь на стороне, хотя я этого не приветствую, но тем не менее, да, будут скандалы, будут ссоры, будут ругани, да, и, скорее всего, вы разведёте. То же самое и женщина, если он там едет где-то в каких-то мелочах, не поможет, там, где-нибудь там, из садика ребёнка забрать, там, лишний раз, там, подгузник поменять, там, да, ну, кому что по душе, как бы, да. Взаимодействие, постоянное, вот такое вот круговорот взаимодействие, всё будет прекрасно, ну, максимально можно, допустим, эту семью сохранить, если она вам нужна. Ну, это всё, ребята, сложно, конечно, со стороны это говорить довольно-таки просто, но чаще всего от недопонимания и неуважения друг к другу семьи и распадаются. Я уж там молчу про какие-то другие причины, там, нехватку денег, измены и прочую хрен, и хренотень. Если будут уважения взаимные, мне кажется, будет всё более-менее нормально.